думать о завтрашнем дне естественная забота нормального человека заботиться о будущем страны это святая обязанность нормального государства а вот катар самая богатая страна мира не думает о будущем он создает его настоящим всем доброе время суток и добро пожаловать на мой канал с вами я натали и мы продолжаем тему мониторинг заработных плат катар катар это небольшая страна на ближнем востоке расположенная рядом с аудовской аравией она известна всему миру благодаря высочайшим доходам на душу населения наряду с люксембургом швейцарией и норвегией грамотная политика руководства катара с начала двухтысячных годов позволила избежать внутренних конфликтов в отличие от многих соседних стран региона и существенно повысить экономический потенциал государства в основном за счет извлечения прибыли от продажи нефти и газа напомню что первая часть данного ролика уже вышла я во вложении под данным видео оставлю ссылочку так как возможно вас интересует именно та должность о которой мы уже поговорили ранее в этом ролике мы начинаем с медицины если вы ищете работу за границей где ваш труд будет достойно оплачиваться тогда вам подойдет работа врачом в катаре сразу хочу отметить что у врачей в катаре 6-часовой рабочий день в отличие от 8 часового в странах постсоветского пространства а доход в несколько раз выше например врачи получают от трех с половиной тысяч долларов в месяц если контракт заключают на два года а если более например на пять лет то минимальная заработная плата врача начинается от пяти с половиной тысяч долларов и выше в катар требуется высококвалифицированные врачи у которых есть научная степень но бывают вакансии для врачей без кандидатского минимума при этом оформление документов займет просто больше времени но даже в этом случае все расходы по оформлению нужных документов будут покрыты работодателем основные требования претендентом это опыт работы по специальности от трех лет высшее медицинское образование кандидат наук и знание английского языка выше среднего для трудоустройства врачом в катаре вам потребуются следующие документы это копия заграничного паспорта свидетельство об изменении фамилии если такое имеется основная степень причем диплом должен быть переведен на английский или арабские языки копия медицинской лицензии с последнего места работы с двух сторон записи из трудовой книжки где указаны прошлые места работы и если есть настоящее место работы кстати большое спасибо что вы пишите комментарии вступаете в диалог я понимаю ваши потребности кто-то задавал вопросы какие документы нужны для работы врачом в катаре кто-то спрашивал какие процедуры нужно пройти чтобы устроиться стоматологом все что я вам нашла я выложила пока вы ознакомьтесь данной информации еще пару слов скажу про должность медсестры в катаре большим спросом пользуются медсестры общего профиля операционные реанимационные медсестры неотологии дерматологии медсестры анестезистки и другие представители сестринского дела заработная плата медсестры в этой стране начинается от 1100 долларов плюс различные бонусы требования к медсестрам следующие это опыт работы от двух лет знание английского языка выше среднего и возраст не более 35 лет документы для трудоустройства на должность медсестры следующие это копия заграничного паспорта свидетельство об изменении фамилии если такое имеется диплом который должен быть переведен опять-таки на английский или арабские языки записи из трудовой книжки где указаны прошлые места работы если есть настоящее место работы какие бонусы вы имеете в сфере медицины это бесплатное проживание вам оплачивается перелет за вас работодатель делает визу у вас есть страховка как правило трансфер на работу ежегодный оплачиваемый отпуск и питание в течение рабочего дня обращаю ваше внимание что у меня есть отдельный ролик который называется медицина в катаре работа врачом и медперсоналом в катаре там я более детально раскрыла эту тему поэтому не буду повторяться кому интересно посмотрите также под каждым тематическим роликом я размещаю имеющиеся вакансии в данной сфере деятельности и необходимую информацию сегодня в катаре идеальная инфраструктура усиленными темпами развивается сферы здравоохранения и образования следующая сфера деятельности это образование здесь мы проговорим такие должности как учитель учителя английского языка химии биологии географии физики учителя в дошкольные учебные заведения большинство школ в катаре разделены по половому признаку соответственно мужчины будут преподавать у мальчишек а женщины у девочек чем выше уровень учебного заведения в которой вы претендуете тем выше требования например если вы хотите работать британских школах то соответственно и опыт преподавания вам нужен будет в британских либо в международных учебных школах образование требуется высшая педагогическая национальное значение не имеет но заработная плата всегда привязана к национальности возраст преподавателя должен составлять 25 50 лет средняя заработная плата учителя это 2000 долларов но чем выше уровень учебного заведения в которой вы претендуете соответственно тем выше заработная плата но составляет максимум она 3000 долларов работодатель предоставляет вам проживание как правило отдельное медицинское страхование транспорт на работу с работы ну соответственно он оплачивает перелет готовит за вас рабочую визу и отпуск согласно вашему договору контракту также напомню что у меня есть отдельное видео которое называется образование в катаре под которым я размещаю имеющиеся вакансии в данной сфере деятельности и другую необходимую информацию в преддверии проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году стране строится огромное количество новых объектов где требуется рабочая сила в том числе и зарубежная безусловно это вызывает интерес у трудовых мигрантов из разных уголков планеты работа в катаре для жителей постсоветского пространства россиян украинцев белорусов помимо нефтегазовой отрасли доступна в области туризма строительства и в сфере информационных технологий следующая сфера деятельности это недвижимость в катар как правило требуются агенты по продаже и аренде недвижимости заработные платы стартуют от 500 долларов как я уже повторялась все зависит от вашей национальности но средняя заработная плата грубо говоря это 1000 долларов то есть 3650 реалов плюс примерно 300 реалов вам дают на мобильную связь требования простые это возраст 2230 если вы женщина то вы будете работать соответственно только с женщинами если мужчина то только с мужчинами презентабельная внешность английский язык не ниже среднего уровня опыт работы желателен но совершенно не обязателен как правило работодатель предоставляет авиабилет до места работы открывает рабочую визу за свой счет встречает вас в аэропорте предоставляет вам жилье проезд на работу с работы медицинскую страховку что немало важно ежемесячные тренинги далее согласно вашему контракту билет домой каждый 12 месяцев либо как вы это уже пропишите а говорите и униформу от себя хочу добавить что в этой сфере деятельности лично я с кем не сталкивалась что касается процента то работодатель здесь нелегко делится с вашим заработком поэтому смотрите сами соберите отзывы о данной компании не все поступают порядочно большое количество международных компаний открывает в катаре филиалы и представительство что создает дополнительные рабочие места для иностранцев отдельные зарубежные предприниматели вкладывают инвестиции в местную экономику и довольно успешно ведут бизнес а катарские граждане ну в принципе они гостеприимны и спокойно относятся к иммигрантам наверное во многом это благодаря высокому уровню жизни забегая наперед скажу что следующем ролике который я хочу для вас делать вы узнаете как найти работу в катаре какие требования предъявляются к иностранцам скажу какие вакансии больше всего востребованы на рынке труда следующая сфера деятельности это охрана такое количество охранников security которых вы увидите в катаре вы на не увидите ни в одной стране мира пожалуй это одна из самых низко оплачиваемых должностей средняя заработная плата обычного охранника составляет примерно 800 долларов соответственно и работают там ребята со стран африки и азии если брать выше например начальников службы безопасности информационной безопасности в каких-либо организациях службах то там заработной платы конечно повыше примерно 3000 долларов следующая сфера деятельности это розничная торговля сюда мы включаем такие должности как продавец-кассир например гипермаркет продавец-консультант в какой-либо элитный магазин одежды менеджер по продажам это может быть товаровед это может быть торговый представитель мерчендайзер супервайзер и так далее заработные платы согласно должности от 500 до 3000 долларов в среднем в своих комментариях вы задавали мне вопрос оплачиваются ли в катаре переработки так вот большинство компаний предпочитают компенсировать переработку сотруднику дополнительным выходным днем но опять-таки в каждой компании все индивидуально теперь немного о грустном работа в катаре далеко не во всех случаях подразумевает огромные оклады как может показаться на первый взгляд все же думают что катар это одна из самых богатых стран мира значите зарплаты там во всех отраслях самые высокие но это не так например в преддверии мирового первенства по футболу тысячи мигрантов сфере строительства стали практически заложниками местных работодателей они часто выплачивают им заниженную заработную плату бывает такое что вообще не выплачивают забирают документы на самом деле на стройку в катар я бы никогда никому и не посоветовала ехать зарплаты в этой сфере деятельности составляют примерно 200 250 долларов заманивают людей на тысячу полторы работа ведется круглосуточно и при любых температурах а катар как мы знаем летом очень жаркий одним словом условия очень тяжелые и многие погибают от истощения к заключению трудового контракта стоит подойти с особой осторожностью и заранее предусмотреть все детали в том числе относительно финансового вознаграждения потому что минимальная плата труда в катаре это около 300 долларов в месяц но зачастую даже не квалифицированные работники такие как домашний персонал получают около 500 600 долларов столкнулась я в катаре с такими вакансиями как флорист и старший флорист их заработная плата составляет 1400 младший специалисты 2 200 старший специалист тоже на эту тему меня есть отдельное видео называется цветы в катаре под данным видео я размещаю вакансии в данной сфере деятельности требования довольно таки простые это опыт работы на аналогичной должности от двух с половиной лет и свободное владение английским языком в свою очередь работодатель предлагает билет визу проживание транспорт униформу страховку и отпуск зачастую местные жители не в состоянии в полной мере заполнить пробелы на рынке труда с другой стороны многие молодые катарцы получают качественное образование великобритании или сша после чего возвращаются и трудятся на благо родины при этом ни один катарец никогда не останется за границей потому что нигде в мире они никогда не получат того что дает им их же страна у них бесплатное образование бесплатная медицина они получают самые высокие зарплаты в мире на совершеннолетие государство бесплатно выдает катарцу землю для строительства дома и они не платят за воду и электричество одним словом они вообще ни в чем не нуждаются заметьте во многих странах добывают нефть и газ но нигде так не заботятся о своих гражданах как это делают в катаре вот уже более 10 лет на будущее катара работают экономики других стран власти государства активно вливают нефтедоллары в зарубежные компании и недвижимость все деньги вернуться в катар ведь здесь никто никогда не бросает деньги на ветер вот не умею делать короткие ролики смотрю уже опять за 15 минут перевалило не буду вас утомлять в третьей части под названием мониторинг заработных плат катар доха мы проговорим такие сферы деятельности как секретариат страхования глобально заденем тему строительства сферу обслуживания телекоммуникации связь топ менеджмент транспорт управление персоналом финансы спорт и другие сферы деятельности на ваши вопросы когда же выйдет следующая часть того или иного материала я отвечу так я работаю на развитие своего канала поэтому мое достижение это увеличение количества просмотров и увеличение подписчиков как только я вижу что эти цифры у меня растут я сразу начинаю готовить новый материал поэтому не стесняйтесь если вам понравилось данное видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал пишите комментарии задавайте вопросы подкидывайте новые темы я вам расскажу про катар все до новых встреч пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok